Только за последнюю неделю жители нашего города перевели телефонным мошенникам 2,5 миллиона рублей. Злоумышленники становятся все более изобретательнее, придумывают новые схемы, чтобы завладеть чужими деньгами. Учитывая рост мошеннических преступлений лже-сотрудниками ведомства, Следственный комитет России призывает граждан к бдительности и осторожности. Важно помнить, что следователи все проверочные и следственные мероприятия проводят исключительно в подразделениях ведомства, о чем гражданин извещается в письменном виде, где указан его статус, основания для вызова, а также место и время проведения мероприятия. Кроме того, следователь имеет служебное удостоверение, которое по требованию может быть предъявлено гражданину для подтверждения данных о должностном лице следственного органа. Следственный комитет России призывает граждан соблюдать простые правила финансовой безопасности. Первое – не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Второе – не сообщать никому реквизиты банковских карт, пин-коды, коды безопасности вашей банковской карты и одноразовые пароли для подтверждения операций. Если вам звонят и представляются сотрудникам правоохранительного органа, проверяйте озвученную информацию по телефонам горячих линий соответствующего госоргана. В случае, если мошенники представляются следователями Следственного комитета России, можно воспользоваться телефонами, размещенными на официальных сайтах региональных следственных управлений по месту вашего жительства, а также телефоном доверия Следственного комитета России. Телефон доверия Следственного комитета России – 8 800 112 60. Номер работает только на прием входящих вызовов. Важно также знать, что сотрудники Следственного комитета не проводят следственных действий посредством телефонной связи. И если вам звонят и, представившись следователям, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить на вопросы о ваших банковских счетах или вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы.